Благодарю его превосходительство, господина Рауза, за сделанное заявление. Слово имеет ее превосходительство госпожа Анна-Лена Бербок, федеральный министр иностранных дел Германии. Спасибо, господин председатель и уважаемая ЗГС. Мама, приди за мной. Эти слова Наталья Шорник отчаянно ждала. За несколько недель до этого российские войска прибыли в школу в Купянск, рядом с Харьковом, в Украине. Школа, в которую ходил 15-летний сын Натальи, Артем, как и любой школьник, каждый день. Артема забрали, и забрали еще десяток его одноклассников. Наталья сказала журналистам, что в течение нескольких недель она вообще не знала, где он, не знала, жив ли он. Потом, наконец, Артем смог с ней связаться. Мама, приезжай за мной. Вот что он сказал своей маме по телефону. Но еще несколько месяцев понадобилось Наталье, чтобы найти сына. Ей удалось выехать на занятую Россией территорию Украины и забрать его домой. Наконец, обнять его. История Артема и Натальи – это одна из многочисленных историй. С начала российской войны агрессии российские власти перевезли и депортировали тысячи украинских детей на оккупированную Россией территорию и в саму Россию. Те, кому удалось вернуться, как Артем, описывают ужасы, которые они пережили, как их заставляли говорить по-русски, петь российский гимн в домах российских детей, как их имена, возраст были изменены для того, чтобы лишить их того, чем они являются, чтобы родители никогда больше их не нашли. Как им угрожали, что их усыновят или удочерят российские семьи. С тех пор, как я узнала об этих преступлениях, у меня просто из головы не идет, как я бы чувствовала, если бы это были мои дети, мои две дочки маленькие. Я знаю, что коллеги из Африки, из Азии, из Латинской Америки испытывают те же чувства. Во время недавнего визита в Украину и в Россию делегации африканских глав государств и правительств, они очень четко обозначили, что в том, что касается детей, прежде всего нужно проявить человечность. Поэтому давайте работать над этим вопросом, особенно с учетом того, что я знаю, что мы не согласны по всем аспектам этой войны здесь, в этом зале. Но человечность – это то, что объединяет нас. Все мы испытали трагедию войны в наших регионах. Но когда агрессоры не останавливают даже дети, то трагедия становится ужасной бесчеловечностью. Признавая это, африканские коллеги предложили вернуть депортированных детей в качестве первой меры укрепления доверия. И мне хотелось бы от всего сердца поддержать их предложение. Мне хотелось бы призвать всех вас объединить силы с международными организациями, украинскими властями и НПО, чтобы вести расследование по факту депортации России. И чтобы мы вместе сделали так, чтобы эти дети вернулись в свои дома. Несмотря на все наши разногласия, одно убеждение должно быть бесспорным. Поэтому депортированные дети должны вернуться к родителям. Они должны вернуться в свои дома. Их дом в Украине. Сейчас это должно произойти. Обращаясь к России, мне хотелось бы сказать, вы можете тешить себя иллюзиями, но вы не можете обманывать весь мир. Мир в течение последних 500 дней видел, что было в Буче, в Ирпине, в Харькове. Мир видел, какие злодеяния творит Россия. И мир общался с матерями, с такими, как Наталья, чьих детей забрало ваше правительство. Ужас депортации украинских детей – это лишь верхушка айсберга невыразимых страданий, которые причинила российская война столь многим детям во всем мире. Бомбят дороги, блокируют порты, закладывают мины на полях в Украине. Таким образом, Россия подливает масло в огонь глобального продовольственного кризиса. В результате этого семьи на каждом континенте едва сводят концы с концами, а дети ложатся спать на голодный желудок. А теперь, когда было объявлено о том, что Россия выходит из Черноморской зерновой инициативы, Москва таким образом подвергает угрозе еще большее число людей и детей, угрозе голода. Эта инициатива способствовала тому, чтобы снизить цены на продовольствие в мире. Это было спасение для самых уязвимых, для самых слабых в мире. Как сказал генеральный секретарь сегодня утром после выхода России, сразу же резко увеличились цены на пшеницу. Коллеги, речь идет о человечности, речь идет о нас. Поэтому, как и другие, я призываю Россию прекратить использовать голод как оружие, прекратить похищать детей, прекратить свою незаконную войну против Украины. Во имя человечности. Спасибо. Я благодарю ее.